В аэропорт Шреметьево стягиваются десятки людей с атрибутикой синей армады. Все это поклонники команды КамАЗ-Мастер, которые сюда приехали, чтобы встретить своих кумиров после громкой победы на Дакаре. Напомним, победителем гонки стал экипаж под управлением Эдуарда Николаева. Вторым к финишу пришла машина Дмитрия Сотникова. Бронза досталась голландцу Жерару Дерою на Ивека. Как известно, победа всегда достается непросто. Очень сложно было тем, что трасса была накручена в песках, много было навигации, сыпучие пески в горной местности. Очень сложно проходить. Мы видели, сколько машин застревало, сколько переворачивалось. До финиша доехало в этом году меньше 30% в грузовиках. Такого давно не было. Примечательно, что на двух из четырех грузовиков синей армады было решено установить автоматическую коробку передач, которая помогает преодолевать дюны, почти не прерывая тягу на переключениях. Именно такая коробка стояла на победном КАМАЗе Эдуарда Николаева. Однако, окончательный выбор команда еще не сделала. Анализируя действия, немножко технически собирались, что видели, где-то и коробка механика пока еще в преимуществе, и где-то был, конечно же, автомат. То есть, пока полноценного нет. И будем сейчас принимать решения, и, конечно же, наверное, будем как-то работать в этом направлении, чтобы довести или ту, или иную коробку, чтобы она была на всех участках быстрая. В этом году ралли-марафон был особенно богат на события. Два российских экипажа завершили гонку досрочно. Грузовик Айрата-Мордеева сошел с дистанции из-за технических проблем. А вот экипаж Андрея Коргинова был дисквалифицирован из-за зрителя из ЮАР, стоявшего в неположенном месте. Видел издалека, что стояли люди, да, но когда уже проезжал мимо, никого не было, и была полная уверенность, что ничего подобного не должно было произойти. После возвращения в набережные Челны команда КамАЗ-Мастер возьмет считанные дни на отдых и сразу же начнет подготовку к следующим соревнованиям.